Соус, который многие повара ошибочно называют демиглас. Коллеги, вы приготовили темный бульон из говяжьих или телячьих костей, смиропуа, все по классике. Процедили, потом в сотейничек обжарили лучок, добавили тимьян, красного вина и тот же самый бульон. И выпарили до консистенции сиропа. На все у вас ушло примерно два дня. Этот соус густой, насыщенный и презентабельный. Подаете, например, его с вырезкой и называете этот соус демиглас. Правильно ли это? Сразу скажу, что здесь я основываюсь на терминологии французских поваров 19-20 века. Торем и скофьер, которые упорядочили многие классические рецепты и термины. А также мой опыт работы более 20 лет в Европе, в том числе во французских ресторанах со звездой Мишелин. Соус, который я описал выше, действительно применяется на каждой кухне, где я работал. И называют его повара жю. Мясной, куриный, бараней жю, не демиглас. В состав классического демиглас входит соус эспаньоль. Это один из пяти основных соусов французской кухни. И готовится он из темного говяжьего бульона и ру. Так что, если вы в этом соусе не используете муку и сливочное масло, это жю, не демиглас. И, кстати, на Википедии в русском варианте указана неверная информация о соусе демиглас. Я Илья Фатахов. Это моя школа повара. Подписывайся. Продолжение следует...